Я Сергей. Представляю вам нашу рубрику. Видеомаркетинг. YouTube. Заработки. 5 способов оптимизировать видео на YouTube. YouTube очень похож на глубоководную рыбалку, там много рыбы, но бросок крючка в воду не гарантирует успеха. Чтобы поймать нужно ловить рыбу в нужных местах и избегать отпугивания и улова. Вот 5 способов улучшить ваши маркетинговые усилия с помощью проверенных временем и надежных методов оптимизации. Хорошо разработанные описания. Вопреки бытующему мнению, на YouTube есть больше, чем просто видео. Название, теги описания, все это создает впечатление, которое заставит обратить внимание на ваши видео, так почему бы не использовать все свои ресурсы. Один из лучших способов улучшить поисковые возможности вашего контента, превратить вашего видео в систему. Начните с описания содержания. Привлекайте читателей, упоминая их содержимое, но не выдавая окончания. Убедитесь, что длина соответствует разнице читать дальше на дисплее YouTube, в противном случае нетерпеливые зрители могут уйти. Затем сфокусируйтесь на ключевых словах, которые помогут алгоритмам YouTube и поисковому индексу Google найти ваши видео. Таким образом, клип на YouTube очень похож на веб-страницу. Пулки поисковой системы ищут любую информацию, доступную для классификации и предоставления ее нужной аудитории. Направьте их в правильном направлении, включив фразы и слова, которые резонируют с вашей аудиторией. Наконец, добавьте ссылки на дополнительный контент и свой сайт. Заинтересованные зрители, скорее всего, будут искать ваш адрес сайта, поэтому включите эту информацию. Если ваше видео является частью серии, включите следующие предыдущие сегменты, которые помогут разместить эти видео в поле предложений справа. Делая это, вы даете своей аудитории много удовольствия, даже после того, как оригинальное видео закончено. Используйте оптимальные теги. Как мы упоминали ранее, любопытные веб-пауки Google ищут в интернете любую информацию, которая может описать веб-страницу. Сведя YouTube теги вносят вклад в поисковый индекс и помогают разместить ваше видео в нужных категориях. Важно отметить, что с первых дней SEO, Google расправлялся с людьми с обильными ключевыми словами. Выясните, что заставляет вашу аудиторию кликать, и говорите с ними с помощью тегов. Например, сегмент садоводства своими руками может включать такие слова, как садоводство, отдых и растения. Каждое слово затрагивает один или несколько аспектов садоводческого хобби, делая связанные поиски более актуальными и указывая заинтересованным пользователям направление их поиска. Не злоупотребляйте аннотациями. Мы все видели много видео, где 2 секунды от снятого материала внезапно затоплено разноцветными аннотациями, которые либо просят подписчиков, либо отвлекают внимание. Любой создатель контента должен знать, что неконтролируемые аннотации являются худшим кошмаром для зрителей. Проблема в том, что они используют их аннотации размещают ценную информацию призыва к действию непосредственно в фокусе внимания зрителя. Кроме того, они часто облегчают выполнение определенных функций, в том числе переход к следующему видео в серии и саму подписку. Все это означает, что ваши аннотации должны быть сделаны правильно. Используйте их экономно и разместите их на периферии вашего видео, чтобы убедиться, что ваш контент все еще главный. Избегайте большое количество аннотаций. Сохраняйте их одинаково отформатированными в видео и подумайте о добавлении графических элементов в видео, прежде чем использовать аннотации для достижения той же функции. Обеспечить скрытые субтитры Ваша аудитория разнообразна, включает в себя людей из всех слоев общества. Таким образом, может быть легко просто удовлетворить большинство характеристик ваших лояльных зрителей, но факт заключается в том, что небольшие уступки для тех, кто сталкивается с уникальными проблемами, не останутся незамеченными. Встроенный в YouTube механизм скрытых субтитров дает возможность сделать ваши видео более доступными и распространить ваши сообщения в форматах, которые все могут понять. Если ваши видео используют жаргон или даже обычную, нероботизированную человеческую речь, маловероятно, что примитивное программное обеспечение, используемое YouTube, точно переведет ваши сообщения. Закончите с призывом к действию. Размещение контента в интернете – задача не из легких, но для того, чтобы это стоило усилий, требуется небольшое продвижение. Часто говорят, что вы не получаете того, о чем не просите, поэтому попросите аудиторию о чем-то. Призыв к действию – это простой шаг с мощными результатами. Если целью вашего видео является создание подписок, попросите читателей подписаться в конце, либо на видео, либо с аннотацией. Если вы хотите, чтобы люди посещали ваш сайт, включите эту информацию и попросите их зайти. YouTube – это оживленное место, и выделение означает правильную игру. Используйте свои ресурсы SEO и пометьте свое видео полезными описаниями. Избегайте чрезмерного использования аннотации и использования субтитров. Поздне вы обнаружите, что ваша аудитория и ваш бизнес могут стать немного ближе друг к другу. Успехов вам!